Всем огромный привет! Добро пожаловать в новое видео! Я тут убирала у Ульяны в комнате, расхламлялась, и, соответственно, после расхламления следует немножко захламление. Ну, в общем, я поняла, что мне нужны кое-какие товары, и пошла на Яндекс.Маркет, чтобы их заказать. Во-первых, Ульяна у меня очень просила рюкзак. Вот, знаете, именно вот такой вот рюкзак-чебурашку. Выглядит очень мило. Он достаточно тоненький, то есть вот в садик ребенку. Ну, в общем, носить что-то легкое будет удобно, и сам рюкзак очень легкий. У него есть медвежьи уши, вот такая вот печенька. Ну, он действительно классный, хорошо выполнен. И, кстати, у него уплотнена спинка, потому что недавно я заказала у Ульяне рюкзак. Он прям идет на мусорку, потому что я вообще его не хотела забирать. Но Ульяна сказала, хочу, хочу его. И мы его взяли два дня, у него оторвались уши. Там были уши Микки Мауса, на Валдбери заказывала. У него оторвалась лямка, и ей очень давило. Она брала с собой бутылку воды, и ей она била прям в спину. А здесь есть уплотнение в спине. Ну, а так он вообще недорогой. Подойдет, вот, наверное, подо все. Ну, понятно, что больше зависит от стиля ребенка. У Ульяны любится такое бежевое. Внутри он такой, как немножко, ну да, он водонепроницаемый получается. Ну, понятно, что не на 100%. В общем, классный. Небольшой размер. Я еще вот так отпарю уши, и будет вообще отлично. То есть уши начнут стоять, если их отпарить. Еще с мыслями о том, чтобы поставить искусственный цветок, как в кашпо. Ну, я, короче, прогадалась размером. Не отказалась, потому что корзины очень классные. Набор корзин заказывала их на Вайлдберес. Вот такая вот корзина. Они хорошо держат форму, если их, получается, выпрямить. Вот такая корзина поменьше. И вот такая корзина побольше. Ну, короче, я думала, что она будет еще больше. Но я найду им применение. Потому что у меня дома все такое, ну, почти все в серовато-нюдовой такой цветовой гайме. Не считая Ульяновой комнаты и то. Здесь такие тауповые оттенки кровать, шкаф. Поэтому вот такого рода корзины подойдут мне в любую комнату. А я какой-то сумасшедший фанат корзин. Даже когда мне они особо не нужны. Я все равно их покупаю. И еще у Лиани в комнату я искала, опять же, корзины. Ну, такие стеллажные корзины. Для того, чтобы поставить их в тумбочку. И они подошли по размеру. И, по-моему, самые классные я нашла на маркете. Они держат форму. Такие каркасные. Внутри ткань. Можно хранить любые мелочи. И их не будет видно. То есть будет создаваться ощущение порядка. Ну, а также я вообще брала вот в одну тумбочку с мыслями о том, чтобы хранить заколки, резинки, расчески. Вот. И также я их взяла две штуки, потому что тумбочки две. И они просто идеально становятся по размеру. Ну, и по цветовой гамме, по-моему, отлично сочетаются. Ой, а еще на маркете я нашла умный датчик температуры и влажности. Он совсем небольшой. Сейчас проверим, как он работает. Я также на Яндекс.Маркете заказывала звонок в дверь. Вообще, до сих пор не нарадуюсь. В детской комнате вообще это то, что нужно. Ну, то есть особенно, когда ребенок новорожденный. Очень важно, чтобы температура в комнате и влажность была нормальная. 28 градусов показывает. Это я просто только что выключила сплит. У нас очень жарко сегодня. В тени 40 градусов. И сплиты не очень-то исправляются. Я одну наклейку, одну сторону не буду снимать, чтобы решить, куда ее приклеить. А сам датчик съемный. То есть его можно отнести в другую комнату. И сразу узнать уровень влажности и температуры. Он реально стоит недорого. Но вот особенно для тех, у кого новорожденные дети, это важно. Ну и также следить за влажностью, когда ребенок болеет. Потому что, ну, если ребенок заболел, очень важно, чтобы воздух не был сухим. Тогда ребенок быстрее выздоровеет. И ему гораздо легче будет выздороветь. Вот уже 29 градусов. Нужно включать сплит. А я выключила, чтобы вам не шуметь. По-моему, практически все показала. Кроме мыла. Ну, просто поняла, что у меня заканчивается мыло. И взяла вот такой рефил. Я все сейчас переливаю. От Фрош миндальное молочко. Я вообще люблю товары от Фрош. Ой, как пахнет. Аромат невероятно приятный. Аромат чистоты, нежности и какой-то материнской любви. Вот я бы так сказала. А, еще себе я взяла... Как же я мимо себя. Еще себе я взяла спонж конжаковый. У меня он... Что-то с ним случилось. Я его где-то забыла. А я очень люблю все-таки умываться с помощью конжакового спонжа. Потому что, когда он намокает, он становится невероятно нежным. И при этом какой-то легкий эффект скрабирования все же есть. Потому что, ну, скрабировать лицо нельзя. Уже все к этому пришли. И вот этот скраб, чистая линия с абрикосовыми косточками, которые мы все очень любили в 2000 году. Короче, нельзя, оказывается, было. И, ну, я все-таки люблю какое-то вот небольшое воздействие на кожу. Хотя у меня розация. И мне вообще, по идее, оно не нужно. Но вот конжаковый спонж точно ситуацию не ухудшит. А девчонкам... И, может быть, мне что-то перепадет. Я купила себе браслет с айсбукой Морзо. Ульяна сразу говорит, а как же я? А мне? В общем, я заказала сразу несколько. Пусть они выберут. Лиза себе, Ульяна. Чтобы всем все понравилось. Бренд называется Оберег. Это браслеты из бисера. И особенно в летний период мне очень нравится. Упакованы так здорово. С этой стороны написано, что здесь написано азбукой Морзо. Они есть в разных цветах. Здесь написано люблю. И вот эти браслеты хороши тем, что они затягиваются. И еще заказала два чокера. Тоже на выбор какой-то Лизе, какой-то Ульяне. Один черный, другой белый. Смотрится очень здорово. У меня спрашивают часто, где я покупала свое колье. Там у меня оно очень похоже. Ну, как чокер больше. Очень похоже. Только у меня бисер с одной стороны золотой, а с другой белый. Ну, вот этот очень похож. Ссылку оставлю. Вообще ссылку на все, что я заказывала. Все ссылки я оставлю. С белой футболкой будет смотреться очень здорово. И здесь можно регулировать высоту. Ну, вот. Ну, как бы это чокер. Все это будет садиться достаточно высоко. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...